друзья всем привет вы на канале сергей камаз 85 я почитал комментарии и много кто спрашивает и просит сделать обзорчик на данный вид техники перед вами камаз 65 115 на базе кдм и на эту машинку мы сделаем с вами обзор ну небольшой посмотрим но нам надо данный камазик помыть заедем на моечку помоем также друзья подписывайтесь на наш канал в телеграме мы открыли с бульбы бульбы сейчас нет к сожалению он уехал работать а нам надо сделать мини обзорчик канал в телеграме у нас будет ссылочка в описании будь бы там в первом сообщении скинет подписывайтесь там тоже много интересного там мы ведем больше вот этих маленьких да ну как говорится влог там небольшой ведем с бульбы так как блин ну youtube могут забанить не забанить там много сейчас вся фигни ходит слухов не слухов поэтому друзья есть желание подписывайтесь мы будем рады вас там видеть а так погнали мыть и делать обзор на данный автомобиль погнали вот мы добрались с вами до мойки машинка грязная конечно сейчас я вам покажу что происходит в посыпалке до посыпалку надо тоже нам это мы все с вами на моем от моем смотрите машину очень в таком печальном состоянии я имею ввиду по наружу сейчас покажу что происходит в посыпалке посыпалка вот такой бардак смотрите этому сейчас с вами все будем убирать с вами нам или до чтобы у нас обзорчик получился нормальным до хорошим я думаю нам бы с вами надо махнуть щетку до щетку нас видите уже огрызок для этого нам понадобится два ключа на 17 и погнали менять снимать я не могу как меняю к сожалению у меня не 58 рук но покажу вам что у нас получится из всего этого и так щетка на месте смотрите оба новая меняли в один номер никто нам не помогал вот и ничего страшного а вот и наш камазик друзья так он выглядит снаружи видеть конечно без реклама друзья но установка на самом деле здесь курганска вот курган дурмаш до машина я вам скажу так девятнадцатого года сейчас на дворе 23 год 11 вот среда 11 января на за эти сколько там получается то три года до целых полных машина такого криминала я не помню чтоб с ней было да где-то недоработки в плане щетки есть когда прижимаешь но такое тут видеть все шатковалка хотят затянуто до ума вот довести ее до ума реально вот да с этими разработчиками то тачка будет неплохая единственное что еще видите не через маховик запитым насос грубо говоря кто разбирается до через маховик там гораздо удобнее ездить у нас через коробку это все идет и кто плохо пользуется у того бывает печаль коробки ломаются летят как семечки ладно переходим смотрите это отвал в простонародье его называют отвал кто как его на самом деле называет мы называем плуг отвал нож ковш короче кто хочет тот так и называют это вообще разница нет никакой я считаю мне очень без разницы как он называть что могу рассказать про отвал 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 на самом деле нормально то есть он управляется с пульта лево-право поворота у него подъем опускания вверх-вниз все в принципе просто в этом плане у вас какой дальше пройдем сейчас мы пройдем по наружке внутрянку чуть позже по щетке по щетке я проблему сказал ее тоже надо ей надо уметь пользоваться то есть ты их когда идешь прижал отпустил приподнял опустил ну чтобы она не прыгала там тоже геморрой много по шлангам по этим всем по маслу ну блин так все конечно сделано на соплях дальше идем постоянно гниют глушитель видите как выведен сюда не кверху у некоторых вот здесь он выходит к верху на него соль не соль все попадает лопаются хомуты наглушители отваливаются постоянно дальше что еще по установке пескоразбрасыватель да вот этот он видите ксдм как расшифровывать вообще машина кдм кдм это комбинированная дорожная машина ну кто как называть кто называет комбинированная дорожная машина кто называет и коммунальная дорожная машина смотрим здесь что у нас по посыпалки сразу скажу просто вот я хуже вот этой посыпалки не видел честно может она не доработана может еще что-то в плане подъема я имею ввиду вот этого хвоста посмотрите вот здесь хвост разъединяется и вот эту всю надо поднять вот максимум вот до сюда ты поднимешь все мы втроем пробовали не поднять хвост надо поднять вертикально вот так вот поставить и вот здесь его зафиксировать это нереально вот это вот говно я не знаю длится сделать короче шляпа по поводу блина до диска сыпет неплохо но сыпет она конечно плевками то есть она может просыпать потом метр два три не сыпать потом опять просыпать то есть не постоянно если на сканях у нас и на уни моги постоянно работает посыпал когда ну то есть равномерно разбрасывать это нет это разбрасывать частями кто с этим сталкивался тот меня понимает дальше что еще пойдемте покажу что у нас внутри посыпалки происходит посыпалку мы нам или ну чтобы вы понимали серёга на мерседесе серёга вы по сигнально сладбак с бродвеем гонять посыпалочку мы нам или вот посыпалка тоже 19 года смотрите в принципе состояние внутреннее ну как сказать даже не удовлетворительно нормальная каждую весну я за заливаю просто отработки с ядра вот так и обливают чтобы она хоть как-то себя чувствовала защищена от этой ржавчины смотрите ну тут уже все коррозии пошли это понятно машину три года посыпает причем эта машина посыпает постоянно давайте слезем теперь по фонарям короче все оборудование зафиксировано электрики очень плохо все идет вот здесь через жопу это все гниет постоянно все отваливается видите она идет оттуда и вот так на розетку но печаль печаль печально пойдемте дальше по салону пройдемся бака хватает бак хороший здесь топливный метет неплохо если нормально пользоваться сырая короче доработать были ваших чутка давайте поговорим в салоне и так сейчас ознакомлю пультом давайте запустим камазика нашел двигатель неплохой каменс на нем смотрите прежде чем у нас чтобы все заработал нам надо уже цепление включить насос насос включился об сейчас включим габариты поехали начнем с освещение до свет у нас получается передний маяк два задних маяка свет ближний включили это получается у нас свет на посыпалки на самой который стоит сверху чтобы смотреть сколько тебе грузит это на блин идет освещение то есть все работает штатном режиме все нормально поэтому дальше переходим графе это у нас получается ковш нож плуг там как хотите называть лево пошел лево видите это право то есть ты на любую сторону можешь сгребсти вал когда вот там от остановок отодвигаешь или еще очень удобно и все это с этого планшета делается это в этом плане вообще ну просто молодцы молодцы вот когда молодцы тогда молодцы ну пока плюсов мало дальше щетка также она включается щеткой правильно пользоваться смотрите объясняла мы ее включаем все она пошла мести это килограмма давления к с какой силой будет давить мы нажимаем видите загорелась красным отпускаем теперь приподнимаем чуть-чуть и вот так вот делаем еще раз все она тогда не скачет все офигенно получается дальше это я не знаю чего этим мы не пользовались никогда переходим так по нужно щеточному да мы с вами поговорили давайте поговорим о нашей попсы палки и так видите экран делится на две графы это получается плуг щетка либо отвал щетка либо но щетка либо кофе щетка короче неважно это графа у нас получается после палка разброс то есть вот мы регулируем с вами асимметрию да то есть можем влево выставить блин можем его вправо то есть очень удобно тоже можно и обочину просыпать если надо и наоборот захватить встречу это нормально дальше это у нас получается сама посыпалка сама лента не лента у нас там получается ножи все включаем ее вот этим нажатием в клуб она у нас на 45 лента настроена включили ленту лента все пошла работать дальше смотрим блин 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 на 26 его можно видите метраж как увеличивается мы его на 50 на 64 смотрите какой объем мы захватываем то есть мы обычно я езжу сыплю где-то вот 27 это вполне хватает это вполне адекватно так давайте пойдем посмотрим как это все работает на деле свет мы включили посыпалка у нас тоже работает единственно у нас там посыпалки ничего не должно быть вот так вращается блин близко подходить не будем по технике безопасности потому что мало ли там все равно же видите эти ножи идут фонарь горит итак маяки у нас тоже горят в этом плане все нормально разбрасывать неплохо но единственное говорю метражами то есть она как плевками знаете то да то нет дальше что вам еще рассказать в принципе так я с вами поделился всем чем нужно да отключаем маяк задний выключаем посыпалочку поднимаем лук нож ковшу отвал пофиг ну для людей согласитесь для людей у часто покажу вам чтобы все по салону обычный камаз тут ничего не а раньше помните вот такие клавиши были там включить опустить там пишешь нажмешь блять все подряд как на пианино а здесь все удобно видишь ты можешь в любой момент да там на переезде едешь приезжаешь переезд если понимать что сейчас щелкнешься в пересечек приподнял прошел чип щеткой то есть ты подбил ничего не оставил щетку можно не поднимать ну что я могу сказать как то так друзья такой обзорчик у нас получился не знаю все ли я вам рассказал если не все то вы пишите продолжим я вам дальше расскажу что вам интересно ну по поводу вот этого всего рассказал показал давать сейчас мы с вами заглушим и наверное знаете чё мы сделаем с вами поставим-ка ее чё-то я заглушил я же вам тут показать решил сейчас с вами в стол и и поставим у нас где она стоит коня припаркуем так что друзья пишите комментируйте у кого что лучше но курган я скажу курган пойдет реально пойдет чтобы там не говорили да но пойдет я не очень там может доволен чем туда но я работал на таких помойках друзья что мне не с чем сравнить да вот этого такого чего нибудь свеженького года там были помойки просто и что еще я вам скажу не было у меня посыпалки было просто бочка и на бочке я работал на бочке работал на поливомойке короче у него был отвал и щетка были в этом плане вот так ну меня устраивает может быть в чем-то и не устраивает но в целом даже да пойдет короче не буду пойдет когда пойдет тогда пойдет как она там дальше будет я не знаю какие у нас там планы изменения рвения коня мы с вами почему конь друзья чтобы не было вопросов вот почему конь хоть мой конь конь огонь да он еще один конь такой тоже чума озвес у нас-то ссылка по сравнению с этим да вылезанный ну такая вот курганский завод дорожных машин ксдм а так можно просто до курганских дорожных машин вот курганский тоже да там маркетинговый ход такой кдм у них ксдм молодцы молодцы ничего не скажешь но ребята с кургана если вы смотрите данное видео блин сыроват вот этот камаз сыроват я не знаю как у вас новый сейчас да новый то может у вас топовый там ну реально я не могу ничего сказать а вот по этой я могу сказать то что машина реально сырая сырая вот офигенный пульт пульт ну просто не надо никуда тянуться да у там что-то делать у тебя все на экране ты все мониторишь не отвлекаешься вот так вот не поворачиваешься никуда не смотришь просто чик смотришь что надо сделать да с пультом проблем нет вообще клево клево придумали вот сколько уже три года да она работает с пультом проблем не было были машины на которых были проблемы с пультами там что-то глючил меняли мозги короче геморрой эти мозги только в кургане здесь нигде нет короче такая вот шляпа поэтому друзья как-то так это серёга пойдемте посмотрим что серёга делает серёга на бродвее это уникальная техника бродвей а за рулем сергей сергей здравствуйте как вам бродвей хорошая машина вы рады а вы сейчас куда поедете сестра резкого покажите как она работает можете сергей продемонстрируйте на пожалуйста и так подписчики смотрим как работает бродвей на котором едет сергей сзади смотрите все мыргит пыргит сергей спасибо спасибо сергей отлично все сергей уехал и вы в в в в или в